Проезд на общественном транспорте не подорожает. Информацию, которую на минувшей неделе осветили большинство нижегородских СМИ, опроверг сегодня Олег Кондрашов. На еженедельном оперативном совещании был наш корреспондент Генея Витян. Генея, здравствуй и расскажи, все-таки подорожает проезд или нет? Добрый день, Валентина. Да, глава администрации, собственно, тем и недоволен, что СМИ настолько раздули эту новость, буквально констатируя факт подорожания проезда в ближайшее время. Олег Кондрашов заверил, стоимость проезда на общественный транспорт не подорожает. Более того, даже в планах этого не было. А новость появилась лишь из-за обычного рабочего обсуждения и обмена мнениями на заседании комиссии по транспорту и связям. Это было мнение депутатов, это было мнение отдельных специалистов, но решением является только постановление администрации города и никаких вопросов о повышении платы за проезд на сегодняшний день даже не обсуждается. Его не будет. Тема оперативки сегодня – ветхие и аварийные дома. В Нижнем Новгороде, как известно, 214 жилых домов признаны аварийными до 1 января 2014 года. В них проживает 1366 семей. Сколько сами власти планируют расселить нижегородцев в уходящем году и насколько их планы реальны? Главной же темой сегодняшнего оперативного освещения стало расселение жителей аварийного и ветхого фонда. Напомню, с 2013 года администрация города взяла на себя эту проблему, создав соответствующее муниципальное предприятие. До конца текущего года будет построено 5 муниципальных домов. Часть квартир выделят для расселения, а часть для продажи. Таким образом, городская администрация планирует до Нового года предоставить жилье тысячам нижегородцев. Сейчас достроено 3 дома на улице Маршала Казакова, однако пока строительство идет с дефицитом, так как из бюджета выделяют меньше обещанного миллиарда в год. В связи с недофинансированием и чтобы не произошел срыв сроков муниципальных контрактов и срыв сроков вообще программы расселения, муниципальное предприятие было проведено открытой процедуру закупки, по результатам которой муниципальное предприятие было взят кредит в банки, значит, на сумму 570 миллионов рублей. Спасибо. Я добавлю, что несмотря на дефицит финансирования, Олег Кондрашов назвал программу переселения самым дорогим направлением администрации на сегодняшний день. В следующем году в планах построить еще 8 муниципальных домов и расселить 200 ветхих строений.